Итак, запись пошла. Ещё раз всем привет, добро пожаловать. Сегодня продолжаем сюжет. Шестая глава. Вперёд! Глава шестая. Украденное кольцо. Нужно пойти ещё немного на север. И мы попадём в светилище с кольцом. А улажав тут отличается. Мы приближаемся к границам королевства Броди. А в Броди очень много пересечённой местности. Тут поменьше. И в северской местности. И это место действительно отлично подходит. Для того, чтобы хранить тут кольцо. Если пойти... Чуть дальше на север отсюда. То становится там холоднее и холоднее. И местность не очень пригодна для жизни. Как-то видишь, тут не ходит ни одна душа. Да, действительно, вокруг никого нет. Или есть. Что? Блуждаю, блуждаю. Она плачет. Неужели с ней что-то печальное случилось? Это душераздирающее зрелище. Как член королевской семьи, я не могу стоять в стороне и наблюдать, как люди королевства Финланды страдают в одиночку. Пойдём, поговорим с ней. Подожди. Какую же я ошибку совершила? Эй, вы там. Почему вы плачете в таком месте? Что-то случилось? Наверное, мы слишком внезапно подошли. Прости, если мы тебя застали врасплох. Ура! Помощь прибыла! Э? Я кое-что потеряла совсем недавно. И ещё это в одиночку. Это проблематично, так как тут никого нету. А, я и Юнака. Вы дважды? Ярапитти? И да, меня зовут Юнака. Юнака. Так что, приветствую вас двоих. Йоропипи. 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 Эээ, хаярино айсасу? Ммм? Это какое-то новое модное приветствие? Произносится легко. Итак, Юнака. Отошимое. Итак, Юнака. Ээээ... А что вы ищете? Ээээ... КОНОЙ ЙОНА КОТАЧИДЕ... КОНОЙ ЙОННИ ВАНКЁСИ... Но... Она имеет такую... Круглую, изогнутую форму... Эээ... Жёлтого цвета. Слегка оранжевого. КОТОБА О О ХАНАСУ ЮБИВА ДЕСС. Говоря простым языком, кольцо. Говоря простым языком, кольцо. Ну, хотите, верьте, хотите, нет, да. Да мы верим. Может быть, это кольцо эмблем? Расскажи поподробнее. О каком кольце ты говоришь? Ээээ... ТАССКА... СИН РЮННО ТОКОРОГИ И КИТАЙТОКА НАНТОКА... Ну, если... Я всё правильно поняла. Оно предназначено... Господину Божественному Дракону. Что-то в этом роде. Ээ, мне? Эээ... Вы Божественный Дракон? Да. Простите, извините. Я Божественный Дракон. Я Божественный Дракон Валера. И я... Филене ОКОК ДАЙЙЧЙ ОРЖИ АЛЬФРЕД. А я... Альфред. Первый принц Королевства Финлэн. ТАССКА... СИН РЮННО ГИИ Филене ОРЖИ! ТАССКА... Божественный дракон и принц Финлэна Нужно было мне сказать сразу, когда я вас только встретила, что это вы Я на секунду подумала, что у меня сердце остановится Прости Ну короче, я тут путешествовал с ним и вдруг недалеко от границы услышал женский голос Помогите мне Найдите меня Я прямо у ваших ног Господи, она прекрасно играет Хотя бы свои тут хорошие, спасибо за это Тебе действительно великолепно удается имитировать чужие голоса Но расстраивает факт того, что непонятно, это действительно была настоящая просьба о помощи или нет Ну, в любом случае После этого я взяла кольцо И услышала следующее Отведи меня к божественному дракону Голосы из кольца она слышала Но я, к сожалению, не знаю, где находится божественный дракон Поэтому я сказала этому голосу, что, ну, не могу ничем помочь Кольцо сказала, что покажет мне путь И сначала мы должны направиться в королевство Точнее, нет В королевский город Финлэна Или в столицу Действительно Если тебе нужно попасть в Литос Отсюда То самый быстрый способ это сделать Отправиться сначала в столицу королевства Но по дороге Напали разбойники Они бежали Я начала бежать так быстро, как только могу И не успев опомниться, как кольцо уже пропало Должно быть, я где-то уронила И это кольцо Плачь, плачь И как раз тот момент, когда я подумала Что же мне делать? Вы двое появились Исходя из того, что мы услышали Кажется, вполне вероятно, что кольцо Которое было у Унаки Как раз было кольцо эмблемы Если это кольцо Жрицы Рассвета Это означает, что оно Было взято из святилища В какой-то момент Также вполне возможно, что это совершенно другое кольцо В любом случае Лучше найти и проверить Юнака Позволь нам помочь тебе с поисками этого кольца Да ну Если вы сможете Помочь найти это кольцо Господин Божественный Дракон То я буду просто вне себя от радости Так, ну сначала Мы должны пройтись по Тому же пути По которому ты бежала, Юнака Что-то нигде не видно Это кольцо Может кто-нибудь Нашел Уже ее И забрал Но мы уже обошли Всю эту область Так что Если бы оно где-то лежало Мы бы не пропустили Ты уверена, что кольцо было у тебя В тот момент Когда бандиты напали Конечно Конечно Я помню, как Кольцо все еще было у меня Когда я проходил эту Заброшенную деревню А? В чем дело? Бандитов, похоже Обосновались Заброшенные деревни Что? Если бы я Убилет Если бы я Убилет Убилет Но Если это Те же самые бандиты Которые преследовали меня То они могли Подобрать кольцо Тогда нам стоит Пойти Они полностью заняли Эту деревню Значит Это их оплот Да Я могу подтвердить Что это Те же самые бандиты О которых я упомянула Ранее И Наверное У кого-нибудь из них Так У кого же это может быть О Похоже я нашла Серьезно? Да Вон у того Крепкого Сильного парня Что-то блестит На руке Должно быть это Кольцо Которое он подобрал Ну что вы думаете Об этом Господин божественный дракон Это точно Кольцо эмблем Расстояние Расстояние слишком большое Чтобы разглядеть Так что Простите Я не уверен Юнака Как ты можешь увидеть Все на такое большое Расстояние Ну потому что у ассасинов Хорошее зрение Ассасины Ассасины Ну в смысле Наблюдатели Ну вообще-то Я знаешь Наблюдатель Я всегда Держу на примете Подобные вещи Ну знаете У меня очень Хорошее зрение Так что Если понадобится Что-то найти Оставьте это мне Ну да Ну так Короче Все понятно Ну в любом случае Какие дальнейшие планы У нас сейчас Как минимум Две проблемы Которые нужно решить Вернуть кольцо И одолеть И одолеть бандитов Мы не можем Пренебрегать Нашей изначальной целью Но и не можем Но и не можем Позволить Тем Кто убивает Мирный народ Бродить Бесконтрольно Короче Нужно убить Бандитов Потому что Они плохие Нужно убить идея я понял ну чтож тогда господин божественный дракон вы пойдете со мной а это точно хорошая идея учитывая что она у нас ассасин все дела матвей да я видел 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 но еще не прочел так ладно хорошо отсюда мы сможем подобраться к парню с кольцом не могу поверить что ты нашла такой замечательный путь до него молодец ребят насчет слова сосуга его думаю возможно многие в курсе но как правило это переводится и я тоже это перевожу как я ожидался от тебя и так далее в данном контексте молодец подходит идеально что да некоторые слова могут меняться так стоять ну что ж ребят как вам новая девочка так матвей посмотрим твой комментарий выше могу найти так я пролистал весь чат и не могу найти так у нас там реклама в чате короче повтори если не трудно и не могу найти ну вилдин да ты прав матвей я пытаюсь вспомнить кто это так какие я думаю нового персонажа оставляем за бортом и и погнали мы готовы замок этого маккорды отарика люк не москене тут тьма кромешной ничего не видно враги могут таиться в темноте так что нужно быть осторожными ну почему могут они будут таиться в темноте но в таких ситуациях положитесь на меня и юнака стала нашим товарищем у меня очень хорошее зрение поэтому что в темноте что в густом тумане я вижу намного больше чем большинство людей однако если удастся раздобыть факел я уверена что вы господин божественный дракон тоже сможете видеть так же хорошо как и я ну типа очевидно так ребят тут орелы давненько мы их не читали тьма на темных участках карты вы можете видеть карту только вблизи своих союзников и при свете костров или факелов если враги затаились вы не сможете знать где они поэтому действуйте осторожно господи тут орел конечно да там очевидность вот он давай разберемся с ним внезапной атакой я понял пожалуйста отведи меня господину божественному дракону я подограл я подобрал очень дорогое кольцо похоже если продам то смогу заработать кучу денег а босс не должен об этом знать мне кажется это человек меня не слышит это проблемы ты слышал только что голос кольца это точно кольцо эмблема юнака ты поможешь мне вернуть его что за странная просьба разве не по этой причине мы вообще находимся тут большое спасибо ну тогда юнака то как то еще пыталась изобразить этот голос было очень похоже ты молодец ты меня смущаешь серьезно этим сейчас занимаетесь ребят нас тут как бы не знаю вы там еще раздеваетесь что ли давайте костер еще тут разобьем шашлыки пожарим а чё бы и нет мне кажется враг подождет ладно я конечно слишком придираюсь но ээээ состояние яда ну или отравления ага Ага. Ну, слушайте, ее класс все-таки не ассасин, а вор. Потому что написано даже именно Канэки. Специализацией вора является атака кинжалом, который может быть отравлен, когда нанесет врагу удар. Если напасть на врага, когда он отравлен, то вы можете нанести больше урона, чем и обычно. Ну, понятно. Также, если поразить врага в отравленном состоянии снова кинжалом, то мощь яда увеличится. Состояние отравления будет сохраняться до конца карты. Ну, задание. Если вы не будете использовать антидоты или отдых. А, то есть, короче, ребят, если нас траванули, то мы будем умирать очень медленно. Ну, или быстро, зависит от того, сколько раз нас парнули. Хм. И пока не используем антидот, это состояние не снимется само через несколько ходов, как вон же Кисеке, например. Так что, да, нужно быть осторожным. Так, что-то как-то дамаг не очень. Шанс попадания у врага. 12%. Он обязательно попадет. Чего? Откуда вы, чё, возьми, блин, взялись? Да, хорошо, притонул мне. Моё сокровище. Мы смогли взять кольцо. Сияй. Эмблема рассвета. Это персонажи из Fire Emblem. Randy and Offdown, или как-то там называется. На Геймкубе выходили две части. Когда-нибудь хотел бы их пройти. Я эмблема. Микайя. Я чувствую перемену впереди грядущего триумфа. В конце концов, это действительно оказалось кольцо жрица рассвета, не так ли? Юнака, я доверяю это кольцо тебе. Э, что, мне? Эмблема. Серьезно? Эмблема, но я доверяю это кольцо. Типа, вот, короткий период. Эмблема, я вижу, что ты заслуживаешь доверия, поэтому доверяю это кольцо тебе. Будешь ли ты работать вместе с эмблемой Микайя и сражаться вместе с нами? Ну, конечно, я сделаю все, что в моих силах. Не, ну, как бы она, да, указала нам, где кольцо, помогла, так что, не, все нормально. Юнака, выживай меня, если мы с вами, то мы с вами используем. Юнака. Эмблема, предоставь... Все, что связано с восстановлением на меня со мной, ты сможешь использовать... Это, как его? Свой посох. Так, эмблема Микайя. Давайте посмотрим, на что она способна. Эмблема Микайя обладает способностями исцеления и магии в целом высокого уровня. И специализируется, в частности, на восстановлении союзников. Короче, понятно, она очень хороший хилер у нас будет. Так, ее навык синхронизации. Как бы это перевести-то? Использование посоха. Тем самым, это позволяет персонажу, который использует эту эмблему, использовать, собственно, посох, восстановление, независимо от того, какой типа оружия он использует обычно. Ну, собственно, это у всех персонажей и эмблем так. Даже если наш персонаж лучник, если дать эмблему воина на мече, то он будет использовать меч. Дальше. Оружие объединения Shine в сиянии атакует с помощью магии света, а затем освещает окружающее пространство. Окей. Умение объединения Усиление Увеличивает дальность действия посоха и площадь поражения. Атака объединения Великая исцеляющая рука полностью восстанавливает хп всех союзников, при этом уменьшая хп до одной единицы того, кто это кастует. А, то есть, по сути, киллер может, собственно, похилить всех, понимая, на карте, а сама она останется с одним хп. Если она далеко, то никаких проблем. Слушайте, мне кажется, этот навык может очень пригодиться в дальнейшем. Мне нравится эта эмблема. Хорошая. Ребят, через стену атакует. Солар, не знаю. Надо попробовать. Так, стоп. Блин, ни одного мечника, как назло. Чем далеко. Так, у этого чувака есть какой-то лут. Как я понимаю, луты, это как раз-таки его оружие, учитывая, что оно зеленого цвета. Это как раз-таки Иди, у нас Иди, у нас ib息, Иди, у нас Иди. А-а-а-а-а-а-а-а. миссия и татаке моста конец никовка принцесса сюда каплин тяну ее в пусты спрятать какого черта у нас тут кто-то решил встать на пути да ребята гасите весь свет да мы поняли вас босс у вас блин веселая карта конечно красава вилдин это не какой-то божественный дракон дракона все любят и все хотят все хотят от него детей похоже они нас заметили и выключили все выключили и все огни погасли но если они даже потушили все огни мы можем их снова зажечь тем самым мы сможем сохранить видимость на этой территории двигаться дальше ну да когда переводишь быстро по привычке обычно все светом связаны так погашенные костры можно зажечь если подойти рядом с ним и использовать команду зажечь костер зажечь костер так ну мы это поняли костры освещает темные территории тем самым облегчает вам обнаружить врагу о полки мужское сияние энгремы все равно недостаточно Ну, Солара, там такое слово используется. Так что, ну, это уже не ко мне. Так. При атаке после перемещения сила атаки увеличивается за каждое перемещение по клеткам, максимум плюс 10. Слушайте, а это полезная вещь. Ой, держишь я тут. Не в очень выгодном месте. Так, женское слияние. Мне сейчас не надо. Хорош. Так, идти туда вообще есть смысл? Нет, там конец карты. Так, да. Так, да. Так, недостаточно. Хм. Субтитры сделал DimaTorzok На тебе нормальный Кстати, да, тут оружие не ломается В отличие от предыдущей части Так что вообще Насчет этого можно и париться О, мы нашли факел Так Буду надеяться, что там никто не нападает Пойдет, да, тварь Да, будет огонь Так, Кот, ты про что сейчас? Зачем там спрашивал? Ммм, Солар, увы Про такое нам не рассказали Так что да А, про оружие что не ломается? Ну да Да, Кот, это правда Звальчина, да? Шанс попадения 0% Ну, врага Ну там, собственно, 3 Вот, блин 26% Вон там Три полоски, маленькие снизу Собственно, сила атаки Шанс Попадения И Крит Крит Собственно, все довольно знакомо Так Куда мы пойдем сначала? Сила Сила завалим этого мага На тебе копье Копье У него шанс попадания 52 Не попадал Солар, да, я вот пытаюсь вспомнить у кого А вот он Ну, собственно, да, вот он Сработал только в том месте, где мы его использовали все Понятно Понятно, как это работает Я думал, он будет нести его в руках, например Подробно Ну, тогда мы подойдем сюда Отлично Отлично What the fuck Мы там в дерьме Тогда мы сделаем так Опа Защиты Отлично Отлично Так А сюда есть смысл идти? По-моему Ну Не особо Там мы вроде сможем пройти Ну Ладно Пойдем Там уже как пойдет Здравствуй, Илья Винкс Нет К сожалению Не помню Здравствуй, Илья Винкс Той Южишь Так, ну давайте посмотрим на их слияние Теперь ты можешь использовать мою силу Магия света в сиянии может помочь тебе осветить путь в тьме В темноте В темноте Так Пожертвовать собой Нет, нельзя Блин, ну смотрите радиус хила Неплохо, мне нравится это, да Я вижу это Ну, слушай, а юнака ничего так в этом наряде Ну, Илья, в смысле как? Покупаешь PS Vita, покупаешь картридж, вставляешь, учишь японский, да если его не знаешь, и проходишь игру в чем проблема Все легко и просто, просто нужна куча времени для выучивания японского А, ну тогда это не ко мне А, ну тогда это не ко мне Японский тоже нормально Если да, то Проблема, запускаешь и играешь Так 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 Никого Интересно И тут тоже Странно Так Чистый ты Илья да нет, сейчас как раз вовремя диалогов-то нету Просто, ну, насчет инструкции и так далее, как в это играть, в ту версию, что у тебя есть, я, к сожалению, не могу тебе помочь У меня... Я не заинтересован в этой игре, я ее не пробовал ни разу пока что, так что я не в курсе Не могу этим, с этим никак помочь Ну, слушайте, тут есть три настройки карты Не, ну это слишком огромное Ну ладно, красава Так пойдем сюда, наш враг вон там находится впереди Иди Пойдем сюда Шанс попадания у врага 58 Крид у нас 10%, ну, к сожалению Ву-ву-ву-ву Какого? Хэй! Это что сейчас было? Ну, или... Я рад А, видишь ли, как бы, если... Ты не умеешь хотя бы читать на базовом уровне, то смысла туда лезть особо нету, потому что, ну... Больше половины игры пробежит мимо тебя А учитывая, что это левел 5, там, скорее всего, много текста Но не сложного У них довольно легкий Они обычно ориентируются им Игры на детскую аудиторию Даже есть хулиганы сверху Во многих случаях Так, зажечь Или я, конечно, не знаю, конечно Мне нравятся их игры Не все, но многие Йо-Ка-О-Четыре я уже... Сколько, ребята, лет мы хотим ее пройти? Четыре? Три? Ну, когда-нибудь пройдем Когда-нибудь пройдем, как и Диман Гейз Не факт, конечно, что это будет в этой же Жизни, но кто знает Ага, вот еще один Хорошо, что вышел мечник Когда-нибудь пройдем, как и Диман Гейз Когда-нибудь пройдем, как и Диман Гейз Что, Ерастов, опасная ситуация, да? Все нормально, у меня все под контролем Я так и планирую Так, мужское слияние Нет, не знаю, как и Диман Гейз Нет, или я, к сожалению, у меня расписание занято на 10 лет вперед Так что, увы И, скорее всего, они сработают Сейчас мы сделаем кое-что другое Слияние Отлично 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 Великолепно Красава Так, что у нас тут Плюс 3 к попаданию И плюс 3 к вороту Отлично Но только когда используется именно фолиант Если используется не фолиант То этот навык бесполезен Так Саларт Только одного Нам просто показывают область В какую можно атаковать Блин Ладно, мы сделаем по-другому Казалось Мы сможем ваншотнуть отсюда Нет Блин, он тоже нас может атаковать так Так, вроде там у нас две клетки Отсюда Блин, и даже здесь Ну да, потому что юниты с топорами Они могут бросить топор в тебя И у него две полоски хп Как-то Рид, конечно, нулевой Лучше есть Но, убрать, когда он сработает И он утрат, есть другая идея Какие мы злые Вы пришли для мести, что ли? Да, я убил всех и каждого, кто был в этой деревне Но уже давным-давно Отлично Ну не, натурат, видишь, шанс попадения У врага такой себе Ну, убрать, что ли? Добавил субтитры DimaTorzok 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 Так что большое тебе спасибо Да ничего такого Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Извините Добавил субтитры DimaTorzok Да, да. Синдрюши и Альфреддси были богатые. И это же такое! человек альф принцем альфредом я сразу солгал ово я точно такая же как и те бандиты которые мы сражали сражались ранее так что я готова принять любое наказание ну что ребят как мы ее накажем значит ты собиралась продать это кольцо д 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 кто то не понимать Но ты не продала его. Если бы ты действительно хотела его продать, потому что она не нашла кому еще. В тот момент, когда господин Божественный Дракон доверил тебе кольцо, ты могла бы взять это кольцо и сразу убежать с ним и продать. Ага. В тьме, с таким хорошим зрением, как у тебя, от нас было бы очень легко избавиться. Однако, в итоге, ты сражалась с нами до конца и подвергала свою жизнь опасности. Ну, потому что я хотела помочь... Эм... Госпожа Микай. Несмотря на то, что я собиралась продать это кольцо ранее, после того, как я немного пообщалась с нею, я начала проникаться ею, сочувствовать ей. Я хотела в итоге все-таки доставить ее Божественному Дракону. И вот это чувство, которое я тогда испытывала, да и сейчас, наверное, испытываю, не ложное. Юнака была очень добра ко мне в итоге. И даже когда мы сражались вместе, я увидела образ... Теплый образ впереди. Я проснулась, когда почувствовала, что воскрес злой Дракон и начала звать кого-нибудь. Так что на самом деле это моя вина, что ты была ввязана во все это. А ты, Юнака, ни в чем не виноваты. Я, конечно, все понимаю, однако факт остается фактом. Юнака солгала нам. А в королевстве Финлэнда мы не оставляем безнаказанных тех, кто лжет королевской семьи. Я готова с удовольствием принять любое наказание. Ну что ж, если ты готова, тогда помоги нам. Че? На самом деле мы сейчас находимся в путешествии. В путешествии. Цель которой является сбор всех колец и уничтожение злого Дракона. Короче, она станет нашей рабой. Так что я, конечно, прошу прощения, но ты можешь доверить... Нет, ты можешь отдать свою жизнь в наши руки. Ну, как насчет такого наказания, Алфред? Хорошая идея. Наша армия только начала собираться, и поэтому мы сейчас не очень сильны. Ну, ребят, рабство в Файнер Эмблеме. Нормально. Завуалированное, но тем не менее. И было бы очень полезно иметь кого-то столь же компетентного, как Юнака. Я поняла. Я сделаю все, что в моих силах. Большое вам спасибо обоим. Ну, тогда решено. Госпожа Юнака. Йоропипи. Ну, Йоропипи это у нас от... Я полагаюсь на тебя и что-то подобное. А? Э? Да. Взаимно. Я тоже типе полагаюсь на вас, господин божественный дракон. Пошли так как-то адаптировать, конечно. Буду пытаться, как получится по обстоятельствам. Ну, что ж, тогда теперь, когда у нас стало больше товарища, давайте приступим к делу. Далее мы собираемся пересечь границу Бродия. Не так ли? Да. Когда мы покидали замок, мама должна была отправить письмо в королевство Бродия. Когда мы покидали замок, мама должна была отправить письмо в королевство Бродия. Король уже должен был услышать о том, что вы, господин божественный дракон, собираетесь... посетить их страну. Бродия. Какая страна? Королевство Бродия. Интересно, что она из себя представляет. Ну, скоро узнаем. Да. Так. Ну, по идее, новая фразочка только все инакое у нас будет. У меня никогда еще не было так много товарищей. Я вам очень благодарна, господин божественный дракон, за эту милость. Так. Да, если посмотреть на карте, то вот только два юнита имеет фразочки. Эти бандиты, значит, напали на эту деревню в нашем королевстве. Я не могу не сожалеть, что мы ничего не смогли сделать, дабы предотвратить ее уничтожение. Так. Нет, животных это понятное дело. О! Голубь. У нас теперь есть Голубок. Нельзя пройти там. О, песель. Так. Там еще кто-то есть один. О, черные кисы. И все. Так. Сомнил или карта мира. А, давайте всомнил. Опа. А, а это там, в случае мне... Прошу прощения. Э? Я так и знал. Э, ты та самая девушка, что посла меня в деревни ветряных мельниц Флоры. Вэйл, верно? Валера, какое совпадение, что мы здесь встретились Да, действительно Я очень рад снова видеть тебя В прошлый раз я был очень удивлен, потому что ты так внезапно взяла и исчезла после нашей встречи Вэйл, ты живешь где-то здесь? Я путешествую и кое-кого ищу Не ищешь кого-то? Моего брата Я очень давно хочу встретиться с ним и поговорить вновь Брата? Понятно Тяжело быть разлученным со своей семьей У тебя есть? У тебя есть какие-нибудь зацепки, где искать его? У-у-у Я не видел его с раннего детства Поэтому почти не помню его лица Ну, ребят Я думаю, вы все понимаете сами, да? Но, знаешь У меня вот есть это Красивый камень Это мой талисман Это мой талисман на удачу Я верю, что если он у меня будет То я обязательно смогу увидеться с ним Это прекрасно Я тоже верю, что Ты, Вэйл, сможешь Снова встретиться со своим братом Кстати В японской версии используется слово Кёдай, которое может означать как брат, так и сестра В большинстве случаев используется как брат Но, может быть, и наоборот Так что они тут использовали Так сказать Слово, которое подойдет и так, и так Но, учитывая, что мы играем за куны Я подумаю, что это мы ее брат Так, вернемся к тексту Тебе не стоит слишком переусердствовать Смотри на свою ногу Она ранена Там рана Она ранена Ну, квитс, вот, кстати Это как раз-таки аналог А, да такое постоянно происходит Это довольно Неприятные раны Разве не так? Давай, я завяжу ее Спасибо Прости, что тебе пришлось сделать это для меня И хочу поблагодарить тебя за то, что ты Помогла мне ранее Так что не беспокойся об этом Кроме того, мы ведь теперь уже друзья Не так ли? Так что, вполне естественно Помогай, друзья Друзья Причем обратите внимание Именно используется слово Помодача, друзья А не Накама Который означает Большинство случаев товарищей Хотя многие переводят это как друзья Может быть, это не совсем корректно Нет Возможно, тебе не нравится это Нет Да нет, я счастлива Да нет Я счастлива Иметь друга Это прямо как С бывшейся мечтой А еще Я не могу даже вспомнить Когда в последний раз Кто-то относился Ко мне Такой добротой Что это значит? Господи, Валера Посмотри на цепи Тут все понятно Что это значит Прости, мне нужно идти Вэл Спасибо, что Завязал рану До скорой встречи, Валер И она ушла Да Я надеюсь Что мы снова увидимся Ну да Ушла Куда-то Так А это что еще такое? Мы получили один билет Дабы начать Какую-то Битву Битва на истощение Ну короче Для какой-то битвы А, для повторной битвы Походу Это Так Чем мы О, Лейси Она тут сидит Ждет меня Так Ребят Что с того Завсего Делаем Это Знаменитый Сомнил Святая земля Я постараюсь Не быть слишком грубой Это место Наполнено Такой Нежной Силой С этого момента Мы будем заботиться И помогать вам Вместе с Юнакой Так Пиктом Кстати Привет Ну да У нас тут Кстати Ограниченное Количество Животных Нету кнопки Чтобы собрать Весь Лут Что тут Разбросан К сожалению Погладить Кису Нельзя Только Нажимать Кнопку Экшен А И посмотреть Как она Лежит Лапки Да Вот А тут Наверное Используются Эти Билетики Которые Мы Получили Ранее Теперь Вам Стал Доступен Зал Зал Записи Деятельности Это так Так В зале Записи Деятельности Вы можете Посмотреть И редактируть Свою Можете Редактировать Историю Своей Боевой Карты Божественного Дракона А Короче Понятно Это Нам не надо Это все Для Онлайна Можно Мериться С друзьями Насколько Ты хорошо Проходишь Некоторые Задания И так Дали Ну Типа Да Вот Наша Карточка Со Всеми Плюшками Все Это Можно Само Собой Настраивать Всякие Там На Ну Короче Я думаю Вы видели Много Такое В онлайных Играх Всякие Фразочки И так Далее Ну Ладно Не знаю Я никогда Особо Этим Не любил Заниматься Кастомизацией Вот этого Дела Так что Да О Блин Это Фотомод Отлично Что-то Подобное Ну Ну да Ну да Диорамы Так Сказать Можно Создать Еще Кого Небудь На Рандоме Можно Поставить При Желании Тут Есть Много Рандомы О Боже А Лейси Так Водный режим Отлично Блин А Ниже Что Нельзя Сделать Ну Водовство Так Что Если Захотите Какой Нибудь Забавный Скриншот Можно Тут Зайти И Сделать Его Так А Ну Тут Собственно Настроить То Что Будут Видеть Ваши Друзья Короче В онлайне И так Дали Так Что Ладно Это Нам Тоже Не Нужно А Это Настройки Отображения Штампов Это Тоже Нам Не Нужно Короче Тут Фишки Для Онлайна Ну Если Были Были Онлайновые Сражения И так Дали Вот Тогда В этом Было Больше Смысла Просто Мериться Так Созать Письками Ну Ну Окей Потренируемся Нормали С кем С Лейси Ребят С кем Потренируемся В одиночку Или с Лейси Конечно С Лейси Да Да Я сменил Палец Чтобы Палец На котором Можно Тащить Отдохнул До Последних Пяти Шести Давай Ай Мой Палец Ну Ребят Тут реально Физические Упражнения Бедный Палец Отлично Отлично Ну Кстати Тут Можно будет Как бы Есть вместе Но Чему-то Вот это Не открывается До сих пор Когда мы будем В столовой Жрать Своими Товарищами Качать Отношения Кто-нибудь Можно Поесть А О Можно Слушайте Появился Очень Серьезно Отлично Так Добро Пожаловать Пожалуйста Съешьте Что-нибудь Что будет Полезно Для вашего Тела Ей Готовка Наконец-то Так Вы можете Попросить Дежурного Повара Приготовить Блюдо И съесть Его вместе Со своими Товарищами Ага И Насколько Понимаю Так сказать Дежурный Повар Будет Меняться Если Вы Если Будет Приготовлено Что-то Вкусное То Это Собственно Повысит Статы Ваших Товарищей Во время Следующего Задания Ну Понятно Это Это Также Повысит Повысит Прокачает Отношения Между Вами И Персонажами Которых Пригласили Окей Это Самое Главное То Что Отношения Можно Качать Кроме Того После Еды Вы Также Можете Получить Об Бенту Или Бенту Если Использовать Его Во Время Битвы Он Восстановит ХП О Круто Так Ребят Эти И Юнака Правда Еще Будем Есть Я Пройдусь По списку Всех Блюд Персиковый Тортик Орехово Карамельный Тортик Сладкий Сладкий Просто Картофельный Суп Ой Ну кстати Почему бы и нет Потейто Панкейк Картофельные Блины Ладно Окей Ладно Дальше Муши Данго Ну то есть Булки На пару Тушеная Баранина С капустой А вот это Звучит Вкусненько Сметанная Каша Или Кремовая Каша Не знаю Как правильно Овсянка Ну кстати Овсянка Это очень полезно Ну Салар Да Что меня Смущает Действительно Там хлеб Из картофельной Муки Ореховый Компот Тут именно Слово Компот Используется Забавно Забавно Дальше Рисовый Пудинг С орехами Звучит Вкусно Доми Пан Доми Пан Это Доми Дому Ну слушайте Доми Я не знаю Перевести Ну короче Булочка Было бы Написано Иероглифом Было бы Понятнее Винет Такое Название Тушеные Фрикадельки С фасолью Ребят Да Надеюсь Вы взяли Поесть Софт Кенги Мягкая Конфета Стоит О боже Рулет Из Телятины Мощно Мощно Так Ко-то 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 Что это Вот это Я уже ХЗ Описание Сладкий Картофель Или Рыба С сливками В Коко-то Запеченные В духовке Окей Стоп Сколько тут Блюд Так Ладно Я думаю Если мы Пройдемся Тут По всем Блюдам Это Охренеть Чего Чего Так Много Ладно Короче Все Хватит Я понял Глада Посмотреть Вот там Снизу Нравится Или нет Нашим Персонажам Это Отдельный Стрим Походу Ты не Говори Я сам В шоке Сколько Тут Блюд Толар Как бы Это Разделение Уже По Странам Откуда Эти Блюда А тут Все Сразу Так что Это По сути Да Сортировки Ну ладно Нужно Нужно Особый Ингредиент Взять Смотрите Нам нужно Тут Выбрать Именно Четыре Ингредиенты Из списка Которые Нужны Нам Придется Это Все Вручную Выбирать Ну Давайте Поедем О Отлично Существует Линк с этим и открыли. Ура! Сегодня я тренировала свои мышцы. А чем ты занималась, Юнака? О, и с Юнакой тоже. А я заглянула в оружейный магазин. Мне было очень интересно посмотреть, какое там острое оружие продается. А, что, все? А вот и Бенту. Отлично, спасибо. Что, все? Блин, только один раз можно есть. Печаль, конечно. Так, тут подарки, ну, подарки. А Лейси покормить? Да. Только один раз можно есть. Нужно пойти на сражение, и потом, скорее всего, не, скорее всего, точно, можно будет опять. Так, потренируемся. Фанат номер один из фан-клуба воржественного дракона клан. Ладно, как катался. Прикнул только что. Причем, не просто один на 0,1. Да. Кокороокинакуя и алимасса. Бокуга, у айтэсмасс. Что, опять ты? Вот. Кокороокинакуя и алимасса. Вот. Ей. Ущельник открыт. Выдохновение. Удохновение. Вдохновение. Девушки. Выдохновение. Вдохновение. Вдохновение. Вдохновения. Их ты. Мой же победил! Высок, что я. Ну и хватит С эмблемами потом В Лейси впереди Нужно пойти собрать плюшки И надо бы перерывчик сделать Я хочу сначала еще проверить карту Может там дуб задание открылись Если да, то я хочу сначала Какой-нибудь дуб задание пройти А потом почитаем Учленки Салар, ну все возможно О, привет Клоя Давай мы Кое-что тебе подарим Так, главное не Так, отлично Так, тоже какой-то красивый Камушек Двегоценный Отлично А вот конский навоз не будем Мы еще не дарили Ну ладно А, неужели это принадлежит Моему Пегасу Эм, че? Эм, господи Д Отлично Следующее сюжетное задание Есть Так, седьмой уровень О Отлично Тогда это можно выполнить Укрытие бандитов И кстати Я забыл кое-что сделать О, слушайте У нас тут появился Какой-то враг Особый, что ли У нас дуб задание Восьмого уровня Вот, собственно Натурат, ты спрашивал Будут ли задания Где можно качаться Да, будут У нас же был еще туториал Ранее, что будут появляться Еще особые враги Которые будут давать Там много опыта И золота Если мы будем Инвестировать В страну И в той стране Собственно появятся Бандиты Опасные Которые Нужно будет завалить Так, ну что ж Давайте тут сделаем Небольшой перерыв И потом пойдем дальше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok